Почему болят яичники у женщин? Боль в яичниках часто служит поводом для посещения врача-гинеколога. Причины этого лежат в области как физиологических состояний, так и патологических расстройств. Болезненные ощущения могут быть различного характера и являться признаком заболеваний репродуктивной системы. Нередко на приеме у врача от девушек и женщин можно услышать жалобы на боли в нижней части живота, в правой или левой подвздошных областях, в поясничной области, над лобком. Вполне возможно, что это болят яичники. Причины такого явления могут быть, как я уже сказала, самые разные. Учитывая, что данный симптом характерен не только для заболеваний в яичниках, необходимо обращать пристальное внимание на состояние своего здоровья. Чтобы избежать перехода заболевания в хроническую форму и развитие осложнений, необходимо выяснить, от чего болит левый или правый яичник и вовремя обратиться к врачу. Большинство женщин считают, что дискомфорт в области яичников является признаком воспалительного процесса. Это не всегда так. Яичники часто болят при развитии развивающейся внематочной беременности, при перекрутии ножки кисты яичника, при опухоли яичника, при эпоплексии яичника. Практически у всех женщин боль в правом яичнике возникает достаточно часто, чаще, чем в левом. Проанализируем наиболее распространенные причины болезненных ощущений в яичниках. 1. Физиологические отклонения в развитии матки, половых желез и маточных труб. 2. Воспалительные заболевания яичников, инфекционно-воспалительные процессы в органах малого таза. 3. Доброкачественные и злокачественные новообразования, в том числе и в области яичников. 4. Нарушение иммунстрального цикла. 5. Сбой гормонального фона. Такое разнообразие факторов, способных вызвать боль в яичниках, требует пристального, своевременного выявления причины боли. Только грамотная и вовремя назначенная терапия может уберечь женщину от осложнений и гарантировать репродуктивное здоровье в будущем. Самолечение в данной ситуации недопустимо. Часто в определенные периоды иммунстрального цикла у женщин наблюдается боль в области внизу живота, в нижней трети живота. Разберем подробнее, отчего болит яичник справа или слева, перед месячными, во время месячных и в период овуляции. Боли перед месячными. Достаточно распространенное явление для соболезненных ощущений недолго и возникает поочередно то в одном, то в другом яичнике. Они могут начинаться за несколько дней до месячных, за один-два дня и более, даже может за неделю и более перед месячными. Если яичник перед месячными болит и колет с левой стороны, это значит, что именно левый яичник в текущем месяце отвечал за созревание яйцеклетки. Боль в правом яичнике свидетельствует о его активности в этом периоде. Помимо дискомфорта внизу живота, нередко наблюдается боль в области поясницы и грязца. Не нужно пугаться, если болезненность, например, в одном, в правом или в левом яичнике появляется несколько циклов подряд, чаще в правом. Причина – большей активности данного яичника. Боли в дни менструации. Болезненные спазмы, которые появляются непосредственно в дни менструации, зависит от выработки простагландина. Если яичник болит во время месячных, умеренно и дискомфорт исчезает после приема анальгетиков, беспокоиться не стоит. В случае повышения температуры, появления дурноты и резких нарастающих болей, необходимо срочно посетить врача. Такие признаки говорят о начале воспалительного процесса. Боли во время обуляции. В середине менструального цикла и начале второй фазы менструального цикла может появиться тупая и ноющая боль в яичнике, иногда сопровождающаяся незначительными кровяными выделениями. Причина дискомфорта становится попавшая в незначительном количестве в брюшину кровь. Отмечают следующие признаки обуляторного синдрома. Это болезненные ощущения, которые появляются в середине цикла. Это боль локализована справа или слева, то есть в области активного яичника. Нередко помимо болей наблюдаются мажущие кровяные выделения. И продолжительность недомогания от 15-20 минут до нескольких часов. Если сильная боль в каком-либо из яичников длится более суток, поднимается температура, нужно срочно обратиться к гинекологу. Причина болезненных ощущений может быть связана с апопрексией яичника. Боль во время половых контактов. В нормальном состоянии женщина при половом контакте болевых ощущений не испытывает. Возникновение болевых ощущений чаще всего является следствием патологии половой сферы. Существует немало причин, из-за которых может ощущаться боль в яичниках во время полового контакта и после полового контакта. На первом месте инфекционные и воспалительные процессы в органах малого таза. На втором месте судорожное сокращение мышц влагалища перед половым контактом. На третьем месте кисты яичников, спайки в малом тазу. На четвертом недостаточное количество влагалищной смазки. На пятом это неоплазия, то есть злокачественное образование яичников. Крайне редко причиной боли становятся именно физиологические особенности женщины. Беременность. Во время вынашивания плода яичники болеть не могут, поскольку их функция на период беременности выключается за ненадобностью. Если же до беременности женщина страдала патологией яичников, допустим, у нее был хронический олфорит, хронический саппинговый олфорит, или кисты яичников, дермоидная, эндометриоидная, то во время беременности возможно обострение воспаления, либо проблемы с кистозными образованиями на яичниках, перекрут, кисты, например. В любом случае при появлении болевых ощущений в области придатков беременной женщине нужно срочно обратиться за медицинской помощью. Аднексид. Причиной боли в яичниках в 90% случаев все же является воспалительный процесс в яичниках, олфорит. Если дополнительно воспаляются маточные трубы, олфорит переходит в сальпинга олфорит, аднексид. Аднексид может быть острым и хроническим. И в том и в другом случае для патологии характерны пульсирующие боли, пышения в яичниках, появление билий и нарушение цикла. Начало болезни всегда носит острый характер. Поднимается температура, наблюдаются резкие боли в нижней трети живота, могут быть билий патологического характера. Если своевременно не обратиться к врачу, острая форма патологии переходит в хроническую. Клиническая картина становится менее выраженной, боли утихают, локализуясь в влагалище или в паховой области. Могут отдавать в область заднего прохода. При хроническом аднексиде обычно ноет правый яичник. Намного реже болит левый. Дискомфорт усиливается во время месячных и в процессе мочи и спускания. Возникновению олфорита и аднексида способствуют различные инфекции. Переохлаждение, переутомление, повышенные физические нагрузки, особенно в период месячных, снижение иммунитета. Киста яичника. Кистозное образование обычно бывает небольших размеров, поэтому заболевание чаще всего протекает бессимптомно. При патологическом росте опухоли происходит сдавливание соседних органов, что вызывает постоянную боль только с одной стороны. Если болит левый яичник, тянет нижнюю часть живота с левой стороны. Также могут ощущаться боли в поясничной области и над лобком. Причиной дискомфорта может быть левосторонний воспалительный процесс. При болях в правом яичнике нужно насторожиться и тщательно отслеживать динамику состояния пациентки. Такая симптоматика, как правосторонний оофорит, может быть и у аппендицита. Поэтому в данной ситуации очень важна дифференциальная диагностика воспаления яичника и аппендицита. Причиной боли в паховой области и боковых отделах живота может быть и апплексия яичника. Лечение проводится в стационаре и зависит от тяжести состояния женщины. Иногда выбирается консервативная тактика. Иногда требуется оперативное лечение. Перекрут ножки кисты. В некоторых случаях кистузные полости локализуются не в теле яичника, а на его поверхности и крепятся к нему с помощью ножки. Если по каким-либо причинам ножка кисты скручивается, возникает локальное нарушение кровообращения. Появляются следующие симптомы патологии. Престопообразные боли в нижней части живота острого характера. Болевой синдром локализуется в каком-либо яичнике. Боли дают в ногу, в поясницу, то есть болевой синдром либо справа, либо слева преимущественно. Также отмечается скапливание газов в желудочно-кишечном тракте, что приводит к вздутию живота. Резко ухудшается общее самочувствие. Появляется тошнота, рвота. Перекрут ножки кисты может привести к разрыву кисты и к ее некрозу, излечивание содержимого в брюшную полость. В этом случае развивается перитонит. Возникающая при этом сильная боль нередко приводит к шоку. Женщина резко падает артериальное давление, она может потерять сознание. В этом случае необходима срочная медицинская помощь. Апоплексия яичника. В случае апоплексии происходит кровоизлияние в яичник, за которым следует его разрыв, и обильное кровотечение в брюшную полость. В этот момент женщина чувствует острую боль, резко падает артериальное давление, появляется холодный пот, наблюдается нарушение сердечно-сосудистой деятельности, меняется сердечный ритм. Существует две формы апоплексии, болевая и геморрагическая. Болевая форма, само название, само за себя говорит, что преимущественно выражен болевой синдром. При этом наблюдается резкое падение артериального давления, температура тела остается в норме. При геморрагической форме апоплексии яичника боли выражены не столь сильно, как кровотечение. Наблюдается интенсивнейшее кровотечение, падение артериального давления, бледность, сухость кожи, слабость, возможно, потеря сознания. Апоплексии яичников обычно заболевают женщины, еще не перешагнувшие 40-летний рубеж. Если беспокоят боли внизу живота, поднялась высокая температура, резко ухудшилось самочувствие и непонятно, что делать, выход один – срочно посетить гинеколога или вызвать скорую помощь. Самолечение допустимо лишь в случае эволюторного синдрома. В этот период желательно избегать физических и эмоциональных нагрузок, не перехлаждаться, соблюдать режим дня. Допустим прием анальгетиков в случае более средней степени интенсивности. Если болевой синдром во время эволюции достаточно сильный, желательно все же проконсультироваться с гинекологом. Не стоит заниматься самолечением. Врач поставит точный диагноз и назначит правильное лечение. От состояния здоровья женщины в первую очередь зависит ее способность к зачатию и вынашиванию ребенка. И напоследок. У слишком чувствительных и мнительных женщин боль в области яичников может быть последствием или следствием депрессивного состояния, подавленного психического состояния или чрезмерной заботы о своем здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова